Еще шесть украинских пилотов закончили теоретическую учебу для полета на F-16 и готовы перейти к практическим занятиям. Это первая группа, которую учили в Королевских ВВС Великобритании. Затем они поедут осваивать азы управления истребителями F-16 в Дании. Еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировки центрофуги в Британии, заявили в пресс-службе Британии. Британский министр обороны Гранд Шаббс заявил, что гордится поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые станут первой линией обороны в защите неба Украины. Также, кроме пилотов, десятки украинских авиатехников проходят подготовку, ориентированную на инженерное дело. Тем временем Украина, кроме F-16, может усилить свое господство в небе еще 50-ма крутыми вертолетами. Правительство Австралии получило от Киева запрос на получение списанных вертолетов Тайпен. По данным СМИ, технические специалисты в Австралии тайно пытались утилизировать 45 армейских многоцелевых вертолетов Тайпен. Стоимость каждого вертолета на вторичном рынке составляет около 20 миллионов долларов. Несколько из них уже разрезали на куски. Однако, министр обороны Ричард Марлис заявил, что вертолеты будут утилизированы таким образом, чтобы максимизировать их ценность. Так что, вполне возможно, что правительство Австралии передаст их Украине целым обменом на финансовую помощь от западных партнеров. Тайпен многоцелевой вертолет заменил в Австралии имеющийся парк вертолетов ADF Black Hawk & Sea King. Несмотря на это, списанные вертолеты до сих пор находятся в отличном состоянии. Это современная полностью цифровая машина, имеющая четырехосную систему управления полетом, передовую авионику и ведущую в мире оборудование ночного видения. Правительство Австралии решило утилизировать их за неимением средств на содержание и наличие нового поколения машин. Продолжение следует...